Роль БРИКС на мировой арене обсудим с гостем на прямой связи со студией Михаил Нижмаков, политический аналитик. Здравствуйте, господин Нижмаков. Здравствуйте. БРИКС активно наращивает свое влияние, стремясь предложить альтернативу западным силам. В условиях нарастающей глобальной нестабильности встает вопрос, сможет ли БРИКС стать реальной контрсилой в геополитике и какие шаги необходимы для этого. — Прежде всего, стоит отметить, что БРИКС не налагает каких-то жестких обязательств на своих участников. Это не какая-то глубоко интегрированная структура, это тем более, естественно, не военный блок. Поэтому жестко противопоставлять БРИКС к каким-то объединениям с участием западных государств все-таки это несколько упрощает ситуацию. То есть внутри БРИКС есть достаточно игроков, которые нацелены на многовекторную внешнюю политику, на взаимодействие между теми странами, которые сейчас находятся в сложных отношениях с Западом, как Россия или Иран, так и с самими западными державами. Можно в качестве яркого примера привести ту же самую Индию. И, в общем-то, на рендер-моде премьера Индии как раз в таком ключе и выступал. При этом действительно участники БРИКС ищут возможности для углубления интеграции внутри структуры, ну или, по крайней мере, по введению новых форматов, которые бы, скажем так, более широкие возможности для взаимодействия смогли бы создавать. Здесь можно отметить и те инициативы, с которыми выступил Владимир Путин в рамках мероприятий БРИКС. То есть это создание инвестиционной платформы БРИКС, это создание зерновой биржи под эгидой БРИКС, это различные возможности взаимодействия, чтобы противодействовать торговым барьерам для поставок, например, драгоценных металлов, то есть, так сказать, вот такие, скажем так, идёт поиск форматов, которые заинтересовали бы разных участников объединения, где каждый нашёл бы что-то своё. Конечно же, учитывая, что в БРИКС входит широкий круг участников, это и вопрос развития логистических коридоров, который, как правило, поднимается в ходе выступлений участников саммитов БРИКС. Можно отметить, что, скажем, президент Азербайджана Ильхам Алиев здесь затронул и роль самого Азербайджана в качестве такого логистического узла важного, и, в принципе, вопрос развития транспортных коридоров, как вопрос, так сказать, важный для международного сотрудничества. Ну и, так сказать, кроме того, можно отметить, что в рамках БРИКС достаточно активно прозвучали призывы к тому, чтобы искать пути выхода из международных конфликтов. Тут можно отметить выступление председателя КНР Си Цзиньпини по поводу, так сказать, создания группы «Друзей мира», выступления целого ряда участников по поводу урегулирования Ближневосточного кризиса. Ну и также, конечно, что может быть, в том числе, интересно Вакуу в преддверии КОП-29, зеленую повестку, ведь очень многие из выступавших отмечали. Владимир Путин, в общем-то, в частности, вспомнил о том, чтобы по вопросам, связанным с тематической повесткой взаимодействия с участником БРИКС, тот же самый, представьте, КНР в данном случае, по зеленой повестке высказ достаточно объемно. То есть это еще раз говорит о том, что, в том числе о том, что приближающийся КОП-29 в Баку тоже может стать важной площадкой для того, чтобы обсуждать не только климатические вопросы, вопросы зеленой повестки в узком смысле, но и более, может быть, широкий вопрос международного взаимодействия. Ну а в целом, какова, на ваш взгляд, главная цель БРИКС на, скажем так, ближайшие годы? То есть это консолидация политического влияния или укрепление экономических связей между участниками? Ну, поскольку состав достаточно широкий, там, так сказать, участники в разных весовых категориях международной политики, с разными интересами, то у каждой из стран, так сказать, разный круг интересов в рамках БРИКС. То есть те, кто находится в сложных отношениях к Западу, как Россия и Иран, хотели бы здесь видеть, ну, во-первых, возможность, так сказать, противодействия санкционной политике, направленной против них. Страны, которые являются, так сказать, ориентированы на многовекторную политику и хотят выстраивать отношения с разными игроками, хотят в данном случае, с одной стороны, получить, да, такие вот мостики для работы с крупными игроками БРИКС, да, такими, как Китай, Индия, Россия или Бразилия. С другой стороны, хотят укрепить таким образом свои переговорные позиции в рамках диалога с западными державами, то есть показать, что мы востребованы, да, вот такими крупными международными игроками, давайте и наши интересы учитывать. При этом мы увидели, так сказать, здесь разные вектора, что называется, да, по которым может в дальнейшем развиваться и какие-то форматы новые искать БРИКС. То есть это и вопросы, скажем так, экономики, инвестиций, противодействия каким-то торговым барьерам, да, то, чему во многом было бы свечено выступление Владимира Путина. Значит, и с другой стороны, это возможность, так сказать, которую предоставляет БРИКС как переговорная площадка, чтобы обсуждать более широкие международные вопросы, в том числе политические, да, там и по поводу реформирования ООН, например, да, поднимались вопросы и по поводу разрешения международных кризисов. То есть, в общем-то, именно тот факт, что БРИКС не является какой-то вот жестко прописанной платформой, где все, как в армейском уставе, распределено и регламентировано, да, это же создает, да, за что, в общем-то, некоторые из критиков обычно и, так сказать, критикуют БРИКС. Это же является одним из преимуществ этого объединения, то есть нет жесткой регламентации, значит, есть форматы для стран с разными интересами и с разным видением себя в рамках мировой политики. Благодарю, господин Нижмаков, большое спасибо, что уделили нам время и подключились к нашему эфиру. Всего доброго. Всего доброго, спасибо за приглашение. Спасибо. А я напомню, что на прямой связи со студией был Михаил Нижмаков, политический аналитик, с которым мы обсудили важность саммита БРИКС в Казани. Субтитры подогнал «Симон»